Саша, Саша, подойди сюда. Ты адвокат, подойди, хотят говорить. Ой, подожди, подожди, подожди. Что случилось? Случилась беда, случилась беда. Два месяца назад закрыли моих детей, сына и дочки. Мы закрыли как заложника, без оснований, без ничего. Фальсифицировали какие-то статьи. Пришли, обыскивали и на квартиру, где она квартиру сняла. И Давид где, в гостях был. Хотя к Давиду не пришли, к дочке подошли и увидели, что это ее брат и его тоже забрали. Фактически получилось, что шальное. Вот так попалось и с прокуратуры кто-то узнал его и захотел его тоже забрать под волну. Вот так получилось. И сразу трех прокурор, какие-то прокуроры были, увидели, что это брат моей дочери, сын мой, ее татевик брат, забрали и Давида тоже. Как тебя звать, Давид? Давай поехали. Говорят, а что имеете против меня? Пойдем поговорим, потом выясним. И так и забрали и закрыли его. Два месяца уже. И мне сказали, я сегодня все раскрыла. Очень многое, не все, очень многое раскрыла. Но сегодня уже не буду молчать, потому что так как они относятся в тюрьме против моего сына. Запретили, в судебные процессы не приводят его. Запретили кушать, запретили передачу, запретили свидание. С адвокатами издеваются, гоняют какое-то обжалование, хочет он преподнести, передать. Они гоняют отсюда туда, 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 но начальник их берет, передает канцелярию, канцелярию ему не рушают. Потом уходит кто-то из канцелярии якобы. И его два дня назад спустили в подвал. Карцер, как говорят по-другому? Трюм. Трюм. Без ничего, полдесятого пришли, забрали. Почему они это делают? Заказ, они все говорят, заказ. И вот так показывают. Кто это, не знаем. Прокурор так делает, заказ оттуда. Судья так показывает, заказ оттуда. В тюрьме так показывают, заказ. Кто это, не понимаем. Как вы думаете? Я знаю. Я сейчас открыто скажу, кто, как кусочек мяса, на подраздачу отдал нашу семью. Константин Батнар. Это кто такой и почему? Кто такой партии демократов. Вы сами узнаете Батнар. Константин, по-моему, вам скажет, кто он такой. Когда Давида и таточку закрыли, я поехала к нему и попросила узнать, зачем моих детей закрыли. Он мне сказал, мое имя не назовите, ко мне не приходите, ни по какому вопросу. Это связано с пророком Виталии, а пророком Виталия бывший муж моей дочери. От нее она имеет трое детей. Это связано с пророком Виталии и с Ренатом Усатой. Там пророк хотел что-то выступать по телевизору, не знаю, что говорить, о ком говорить, о чем говорить. Это нам не ясно и не интересно, честно говоря, по большому счету. Но получилось так, что за то, что Виталик там кто-то хотел говорить, обсуждать какие-то темы в прокуратуре или по телевизору, или что, не знаем, мы не знаем, вы понимаете, закрыли наших детей в заложники. Она за то, что имеет троих детей и отпустили. Откуда знает ваш сын этого Батнария? Они друзья, вроде бы. Они, когда в выборы были, обратились, чтобы мы поддержали, помогали по-человечке. Мы поддержали с Давидом, у меня председатель армянской диаспоры Республики Молдова, если вы знаете. Давид, председатель ассоциации армян в Молдове, армянских организаций, союз. Таточка женской организации возглавляет. Наша семья творческая, общественная семья. И так он знает его давно, давно его знает. Давид с двумя высшими дипломами, уголовное право, международное право. Закончил красиво лицей. Он очень грамотный, умный парень. То есть они были друзья, помогали друг другу? Он был друзья, да. Где-то он помог тоже нам, понимаете. Когда в бизнесе что-то надо было делать, здесь он помог. И сейчас через нас все вытащил он. И где он помог, оттуда пришли атаку на нас. Все наехали на церковь, даже на церковь. Вы представляете, СИС-группа, где-то 8-9 человек, напали на армянскую церковь. Начали обыскивать территорию армянского церкови. Там помещение, культурный центр в нашей Армении. Это защищаемый государственным объектом. Кто имеет право туда, без разрешения государство прийти, просто напасть на нас. И с меня требовали все документы на собственности. То, что мы имеем, учредительские документы на собственности. А до этого я была у Батнаря. Когда он сказал, мол, Виталий, зачем с Усатым ведет такие разговоры. За это ваша семья будет наказана. Я говорю, при чем тут наша семья? Мы совершенно другая семья. Мы ничего не имеем с этими людьми. Вообще Усатого мы не знаем. Да, это мне лично сказали. Я плакала, он смеялся. Я плакала, он смеялся над чувствами и слезами страдающей матери, которая рыдает за своих детей. Тогда еще таточка была тоже закрыта. И он мне так говорит, идите в прокуратуру, там разберетесь. Я говорю, какая прокуратура? Какая прокуратура работает добросовестно? Все знаем, на кого работает. Никто не решит никакой вопрос. Помоги, пусть сына и дочка, пусть освободят. А татушка там, больную ее взяли прямо в пижаме. Больную забрали. Утром рано. Дети испугались. Один больной лежал дома. И забрали ее. Там скорая приехала, увидели у него воспаление легких. Отпустили, что она в таком состоянии. Откуда фабриковали, откуда создали вот этот сценарий. Откуда статью вообще приписали на наше имя. Мы ничего не знаем. Семья сейчас жертва. Семья сейчас под прицелами. Саша не пускай, чтобы он ушел. Пусть подойдет. Папа у нас и Саши империстах. Под прицелами семья. Под угрозой. Я сегодня почему и обращаюсь. Потому что в тюрьме сейчас всячески провоцируют моего сына. Наказывают. Специально делают такие условия, чтобы они приходят задевать его. Полицейский, чтобы он руку поднял или слово не то сказал. Они обзывают его, чтобы он тоже сказал. Но себя уважающий человек хочет защищать. Так вы это знаете. И вот сейчас моего сына. Он прессует. Он говорит на меня серьезный прессинг. Этот новый начальник тюрьмы. Не знаю откуда взяли. Мы здесь слышали, что на него уголовные дела. Еще он сам защищается. Когда ты домогал этих людей. Не знаю. Вот здесь говорили. Даже мы не интересовались. Его не знаю. Честно говоря. И вот запрет на Давида. Подвал спустили. И адвокат сколько не пожаловался. Сколько бы обжалований написал. С того момента, как адвокат пишет, что дело передается в суд. Им передает документы. Они обязаны поднять с подвала. Не подняли. Два дня кушать не дали. Стакан не дали. Чашку не дали. Сигареты не пускают курить. В общем полное издевательство. Полное издевательство над моим сыном. И когда первый раз я была у Батнаря. Я так сказала, что прокуратура работает вы знаете на кого. И мне сказали, что уходи отсюда и больше не приходи. Но и после этого след за этим. На следующий день атака сисовские были на церковь. На армянском. Я молчала. Потому что Батнарь сам сказал. Шум не надо поднять. Все будет нормально. Потерпи. И смс достаточно имеем. С Батнарем что я написал. Что именно. Вот например. Вот все будет нормально. Чуть терпения. Освободят. Он невиновен. Освободят. Я 10 миллионов раз написала. Мой сын невиновен. Вы прекрасно это знаете. Господин Батнарь. Господин Михайлович. Мы вместе. Вы с Давидом вместе кушали. Мести пыли. Вы друзья были. Ваш сын. Сто раз я с лоб его целовала. Как можете. Он сыном вам годится. Ровесник вашего сына. Как вы можете бездушно так закрыть невинного человека. За то что. В чем его обвиняют. Не понимаем. За то что. Виталий Проко. Вроде бы. Как Усатый сказал. В своих этих. Ну информациях. Да. В интернете. Что якобы. Виталий Проко. Хотел про кого то. Что то сказать. А с Усатым. Там разговоры вели. А Проко. Бывший муж моей дочери. И виноваты мы. Они держали. Держат наши семьи в заложниках. Что Проко молчал. Ничего не говорил. Разберитесь с ним. Что мы имеем с этим Проко или Сусатым. Мы поддержали вас сегодня. Вы под каблук ставили нас. И как кусочек мяса бросаете. Прокурором говорите. Найдите дело. Нету. Создайте. Судья говорит. Мы не делаем. Не можем. Продолжать аресты. Нету мотива. Нету ничего. Что говорит. Прокур. Этот прокур сразу убежал. Господи прокурор. Нету материала. С чем мотивировать. Арест. Как продолжать. Говорит. Он убежал. Зал заседания. Это заседание когда закончилось. И уже время перерыва. Когда уже мы ожидаем оглашение. И он убежал. Через полчаса двадцать минут. Бусюк появляется. Приходит. Заходит к суде нашей. Двери на ключ закрывает. И разбирается. После ухода. Бусюлька. Появляется через пятнадцать двадцать минут. Опера двухметровая. Шесть. Пять. Шесть человек. И колонны становятся. Случай чего. Если судья. Усидит честь. Будет. Достойным человеком. Мог бы. И порядочным. Он если. Правильно бы. Решение принял бы. Чтобы с этой стороны. Уже закрыли бы. Давида. Сказали бы. Потом разберемся. Как в прошлый раз. Закрыли. Сказали. Потом разберемся. И взяли какие-то дела старые. Которые опять. Невиновного моего сына. Всегда. Мучили. Сколько раз было. Знаете. Случай Кочи. Кочи. Был. Прокурор Кочи. Который тусовался. Давида сказали. Что жена там. С этими девочками. Где он гуляет. Пьяный. Полупьяный. Полуголый. И он пошел. Посмотреть свою жену. Они его ругали. Обзывали. Он вышел на улицу. Ждал. Чтобы если вдруг выйдет. И увидит. Жена есть среди них. И те пришли. А вы знаете. Мы кто так. Если человек был бы. Виноват. Он же убежал бы. Не стоял бы. У подъезда. Правда. Он стоял. Ждал пока. Посмотрит. Жена выйдет или нет. И этот. Вышел. Я такой. Я сякой. Я такой. Я сякой. И. За это время. Полицейского. Пригласили. Давид. Вызывали. Давид даже не в курсе. Он с ним разговаривает. И все руки закрывает. Завязывает руки. Сколько дней он под арестом? Два месяца уже. Нам сказали. Молчать. Не поднимите. Это против вас будет. Вы не будете. Вы не думайте. Что сделаете вам лучше. Я говорю. Хорошо. Константин Михайлович. Но есть гарант. Что освободите. Да. Есть. Оттуда. Виталий Прокот. Даст документ. Что нас не знает. Плоходюка не знает. Вообще не знаком с ним. Тогда. Сына освободим. Это так говорил Ботнер. Это да? Да. И он отправил к нам человека. Этот человек поехал в Румынию. Два раза пошел. Зашел к Виталику. Можете проверять процесс тюрьмы. Как он пошел туда. Потом говорили. Да. И к Виталику пошел. А Виталик явно среди Белого дня публично объявляет, что киллер не он. А не знаю кто ты здесь, который хорошенько берегут. И он ни при чем в этом деле. И он хотел что-то говорить, которое нам совершенно не интересовало. Вы понимаете. Мы не лезем в эти политические игры. Понятно. Чтобы было понятно. Этот Ботнер вам сказал, что если Виталик принесет какой-то документ, что он не знает Плоходюка, его освободят. Да. Давида освободят. Взамен этого документа. Правильно говорю, что говорю, Саша? Мой адвокат в курсе дел. А Виталик... Нет сейчас. А в смысле... Этот телефон не у меня. На флешке записали. В сторонке сейчас. Но я говорю то, что... Я правду говорю. Я ему сколько... Кто в этом замешан? Я честно сказать сейчас. Сейчас не столько, я думаю, на Плоходнюка, насколько на Ботнер. Константин Михайлович слишком боится о своих проблем. И он якобы моя хата с краю. Давида быстренько подсунул. И как нашу семью жертву подачку подал прокурорам. А прокуроры заинтересованы были. Кочи друзья там были. Ого, Давид попался. Надо взять и найти мотивы. Кто Ботнер? Константин Михайлович Ботнер. Константин Михайлович Ботнер. Близкий человек нашей семьи. Он предатель. Нас предал и на пожертвование. Вот на пожертвование. На растерзание прокурором. И говорит, найдите дело. Найдите дело. Что хотите, как хотите, где хотите. В тюрьме, в тюрьме, на свободе, на суде, на процессах. Везде хотите, где хотите найдите. А вы не знаете, если Виталий Проко написал это письмо, что он не знает Плоходнюка акций? Он не писал. Он не писал. Сказал, мои руки отрубите, я из-за них сижу тут. Он так сказал. Я ругала его. Всячески ругала. И говорю, эти люди иногда нас поддержали. На самом деле, у меня совесть. Знаете, я ненавижу сейчас его. Пусть эту боль увидит этот Костя, который над моей семьей уигрался. Давид, его очень верим был. Жанника я очень люблю. Его сына. Знаете, он хороший. Дети хорошие. Он честь своего маломладшего сына назвал. Моя честь моего Давида. Сына назвал Давида. Настолько любил моего Давида. Гордился, что такой умный. У меня очень умный. Порядочный. Очень умный. Я не могу. А вы говорили с Виталием Прокоевым? Я не говорю. Татушка ругала. Татушка рыдала. Дети даже рыдали. У нас эти все записи были в другом месте. Рыдали, умоляли. Отправь эту бумагу. Черт побери. Знаешь, не знаешь. Ради спасения семьи. Отправь, пожалуйста. Отправь. Он сказал, не отправлю. Я не киллер. Четыре года везде по всему миру. Меня киллером назвали. Издевались и теперь дошли до вас. Хотят что-то выяснять. Пусть приедут ко мне. Сколько бы ни рыдал. Сколько бы ни рыдал не дает. Он не отдал этой бумаги. И вот за это мой сын сидит. Можно с вами? За это мой сын сидит. Я представлюсь. Пожалуйста. Я очень прошу. И надеюсь, что ваше. Мне, я интересовалась, кто не подчиняется. Вы знаете сейчас кому. Поэтому я хотела именно, чтобы ваш канал, ваш канал был. Именно независимые люди, которые сейчас я скажу. Что, пожалуйста, приостановьте безобразие в тюрьме против Давида. Пожалуйста, действуйте. Там полицейского начальника тюрьмы посадили своего человека. Он издевается. Он полный ход издевается. Пусть наш адвокат все скажет. Вы понимаете, перед ним все заперты. Издевательство. Один сотрудник сказал. Иди звони. Он пришел из стационара. Он болит. У него открыто черепно-мозговая травма у него. И инсульт два раза перенес. Это Костя все знает. Издевательски слушает он. Бездушный этот человек. Ну, как Бога его ценили, любили. Смотрите, когда ему надо ради себя, они готовы всю страну пожертвовать. Чтобы приостановить безобразие против них и наша семья. Сейчас они геноцид устраивают против нашей семьи. Этническая семья. И на национальной почве, и на общественной почве, и на творчестве. Везде мы лидеры. Все наши семья, общественные творческие личности. Люди сисовские зашли в культурный наш центр. Переворачивали. Ищут какие-то диски, кассеты. Какие-то флешки. Мол, как ты прок, может быть какую-то запись. Не было никакой оснований. И пришли у меня, потребовали все документы на собственность. Все учредительные документы. Именно почему я знаю, что от Кости. Потому что я была у него, он меня плохо принял. И на следующий день сисов, напали на церковь. Потом я была еще раз. В последнее время я сказала, вы же обещали. Что будет нормально. Где? Ну, как можете. Вы понимаете, впереди Новый год. Войти в мое состояние. И я говорю, идите прокуратуру. Он говорит, идите прокуратуру. Вы знаете имена их? К чьи? Кто к вам? Сисовские. Откуда? Протокол то, что написала одна женщина. Я болела. Я с воспалением легких с 27 сахаром лежала. В этот день с утра у меня два раза скорая приехала. Они все равно, ты болеешь с адвокатом. Я сказал, что хотите делать, я не могу стоять. И я лежа лежа, они перевернули, искали все и от. Даже личные вещи наши перевернули. Ничего. Мои диски забрали музыкальные. Там что может быть в культурном центре? Мои музыкальные диски. Наши концерты, наши праздники, наши материалы. Они объяснили, чего они ищут? Да. Флешку они ищут. И еще учредители документов. Я говорю, стойте, ребята, не знаю, какой это запись от Виталика. Может какой-то запись есть у нас. Что мы дураки, что тут будем прятать? И в Армении есть, и в Гарабахе есть, в Нагорном. И в России есть, и в Румынии есть. Если надо будет, то они сами станут. Нам это не надо. Они не должны были трогать нашу семью. Не должны были. Мы их поддержали, партию поддержали. Я Венера Гаспарян, председатель армянской диаспоры Республики Молдова. Давид мой, председатель союза армян, армянских организаций Республики Молдова. Спасибо. И моя дочка, Давид Давитьян. И моя дочка представляет ассоциацию армянских женщин. Давид Давитьянов в гости, который был принят на датах 18 октября 2016, и импутал факт о том, что у меня были трогать на течение за убийство Горбунцов, который был в Лондре в 2012, если не вернусь, факт о том, что он не имеет никакого требования. Мотив, как мы считаем, реализирование и в презенте его объяснение в Пинчар, это, это присупление нашей, влияние от Порока Виталии, Ка елся, ну, декларя пе о партасов, алта партя, а, а чести, аша, спонем, чета цени ноштрика ради инфлуенца ден политика ден Република Молдова, нереферим ла Плахатнюк са Усатый. Иголой, ну, кунашче, да ведь, ну, кунашче, нари ничего требуется, нич ла Плахатнюк, нич ла Дона Усатый. Уника легатура де че ла 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 гата на ашата кауза е ка сора лу Давид Довитеан, Довитеан Татевик, е фоста соцееа лу Виталия Прока, ка дунеа луи, а у три копии минори. Аста уника че ла га пе ацесте персоане. Че они се invока май дешак? Кунашче? Че инкирске? Бе н Jay ўи спа ља љуѓат, Пулахат, коа за ла се очите љоѓе Борбанцов? Най... мы не можем говорить. Фи, как дата пролонжение ареста, мы solicитаем как прокурор прозеи, чтобы прозеи, макару пробу. Сингур Давидовичиан спонник, арата-с макару, сингур пробу, что я имею тенденцию к этой причине, я в порядке, что у нас есть 20 лет. Арата-с макар что-то, что я в чём, в чём я виноват. Не ратет ничего. Пур-симплый, если пролонжаешь арест, первое, если пролонжаешь, фаре ничего не темы. Дэм рекузария, которая не имеет никакого эффекта. Ультима пролонжение ареста, у него все вовут в локе, в локе у Давидовичиан, для того, что дам мой сон дигнат де comportаменту окустурую дистат, кэ даму прокурору не омманат димирсу, как приведет леѣа, лимба, лимба, которая поседа Давидовичиан в лимба руса. Леги, процедал пенал, он облига се презенте партии, в процесс, тоати актели процедурале, лимба пекардуна луи поседа. А част факт, нову втлог, ничлая аплекария ареста луи, нич де три урла пролонжири. Дупо, а часта, демотива ка ёлсу револтат, и деоўшоу фоса на латурат ген сала, шеста экзаменат димирсу депролонжири, леўпсалуи. А лекасим каѓа ка дреўбардуна луи, леўмод, аша, скуним абузи. Астази, ашта ўска ёска, ашта ўска ёска 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 ёскаѣа? Ам обсерват, как ёска 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 ёска, наружнае наблюдение. Адико, принораѣ машин, амбла динурмата, ёд, ёнде ётре, качени диспу цѣу, адико, не межлучит, ка ченива са диспу, ада визуал, визуал, кээ, есць, урмырирая визуал. Вкретно ли David, что-то сомнение? Никто не сомнение. Он был укреплен, что он был виноват, но он сказал, что Пиказу сказал, что он знает, что он знает, что каждый из нас знает, и он не может быть виноваты. Что он видит в прессе, что он видит в интернете, и он знает Пиказу. В отношении к нам оморе Горбунтов? И да, да, в связи с этим... Материалу, каналу, вы видите, что актузации были? У меня были инвенуиры. Инвенуиры в линии генерале, в которой вы не понимаете, что с импутацией. Думаю... И материалу, который вы видите инвенуир? Нет, нет. Ни уходы с дамом не потратили. Дамом не потратили. Дамом не потратили. Вы видите инвенуиры. Они все же обращаются в инвенуиры. В последний день, виния, Дэвиду, че ракет по именуу Пынтя, ка... Пынтя... Игр Пынтя, шеф Петре, из-за Мачпищества. Дыбунька, че ракет, с дамом Пынтя, с дамом, как выгон, и дам акцесс к дозару персонала для детей. Потому что они были привыканы на несколько отказов, и они были привыканы для того, чтобы привыкать коллеги. После этого мы были привыканы, и они были привыканы на карчер. Это виноват, который был виноват. Кто прокурор в Касе? У нас есть группа прокуроров на мандатах ареста, на плакание и на принадлежение, который принадлежит ману Бакален Лилиан, но прокурору главный, который был виноват, Виталий Бусуио. Кто прокурор, который экзаменит причину? У нас есть инструкции, в первую очередь. Монтеану и Булару, в Курте Апиал уже прошел обе комплекте, на принадлежение. И на принадлежение. Что произошло сегодня? У нас есть инструкции, чтобы принадлежение принадлежения. И, дальше, в Касе, что происходит? У нас есть инструкция, и, дальше, мы видим, в связи с этой причиной, что, мы с этим дискишком, кассе, коллаборам с органом Вермоле-Пеналом, в лимите, которые есть, в лимите, которые мы и у нас. Но, в действии, как он был виноват, все, что мы слышали из прессы, все, что мы думаем, что мы не имеем. Как он был виноват? Будный рюк Александр Рыбоков. У тебя классики. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я являюсь Давитяна Татави Карленовича. Сестра Давитяна Давида Карленовича, которая на данный момент задержан в сезон номер 13. По, насколько нам известно, и не только нам, знает это весь город, заказное дело. Фальсифицированные документы собраны на моего брата. Также на меня. Я, как сказать, я была задержана. Меня держали более двух суток. Якобы по отношению к тому, что я являюсь мать несовершеннолетних троих детей, меня отпустили подпиской о невыезде. Также я являюсь... Дальше меня держат под следствием. Под следствием. Что вам инкриминарует? Что вы сделали? Когда к нам пришли 18 октября, было так. Я в 8 утра отвела детей в школу, парковала машину. И две машины, полиция в гражданке, в гражданских формах. Человек, наверное, 6, если я не ошибаюсь. Пришли с уголовного розыска. По отношению к тому, что говорят, что на нас ордер на обыск. Я спрашиваю, на каких основаниях, почему и зачем? В чем? Мы жили законопослушно. Мы, наша семья, да, известная наша семья, честным путем всегда зарабатывала деньги. На каких основаниях вообще вы пришли к ордеру? Они обшор, Сейшелы, Щита, Горбунцов, попытка на Горбунцова. И честно, я была не то что ошарашена, грубо скажу, рот до пяток открылся от шока. Это высказывано полицейских с уголовного розыска, когда они к нам зашли. То есть вам тоже говорят, что вы причастны к этой попытке убийства? Все верно. Так же мне говорят, я являюсь подпиской о невыезде. Я бывшая жена Прока Виталия, которого везде публикуют и афишируют как киллера. Я открыто могу сказать, что никакой он не киллер. И я бывшая жена его. Почему моя семья, я и мои дети должны страдать от того, от действий моего бывшего мужа Прока Виталия? Он может делать, что хочет. Это его жизнь, меня с ним не связывает. Единственное, что она связывает, нас связывают дети. Что он, какие действия принимает, о ком, что хочет говорить, афишировать или раскрыть, или что, или если он помогает своим детям, подарками. Почему этим должна страдать моя семья, я и мои дети, и мой брат? Вы говорили про то, что вам говорили. Весь, честно говоря, эту всю публикацию я узнала из соцсетей изначально. Потому что мне, мой бывший муж, мы никогда по телефону не афишировали, не говорили ни о каких действиях, ни о каких делах, ни о чем. Мы единственное, что говорили, о детях. Он всегда спрашивал, как дети, как здоровье, ходит в школу, ходит на спорт. То есть, элементарные бытовые вещи, о чем мы общались. А в какие-то его действия, или что, он мне никогда в курс не ставил. Я с соцсетей услышала информацию, что якобы Прока знает что-то на Плохотнюка. Правда это, неправда, я не могу сказать. Я не знаю. Но я прошу, чтобы моя семья не страдала. Мой невинный брат находится незаконно там. Его лишают всего передач, святаний. Его держат в трюме. Ему дали 10 суток. Две сутки, сколько он находился в трюме. Сегодня его подняли с трюма, потому что у него суд. Ему не дают даже ни посуды. Ему не дают ни передачи, не передают даже там от ребят, которые могут помочь просто передать ему 2-3 сигаретки или еду. Ничего. Почему? Я открыто вам скажу в камеру, что я боюсь и прошу помощи, кто нас слышит и кто нас видит. Я боюсь за свою семью. Я боюсь за своего брата. Я боюсь за своих родителей и за своих маленьких детей. Я не хочу, чтобы из-за кого-то, из-за бывшего мужа, он может дальше какие-то действия свои делать. Он живет своей жизнью. Я не хочу, чтобы моя семья этим страдала. У нас здесь нет защиты. Мы в какие двери не стучимся, нам одно и то же. Везде закрыто. Везде закрыто. И говорят сверху, кому нам обращаться, где просить помощи, у кого, я не знаю. Я вам говорю открыто, я боюсь за своих детей. Мы по всему миру будем обращаться. Не бойся. Многие в разных странах, в России, в Армении, в Штатах, во Франции, знают боль нашей семьи, знают в какие политические игры засунули, можно сказать, глубоко нашу семью невинную. А вы знаете Горбунцова? Были замешаны в его делах? Вы знаете, я никогда в жизни этого человека не знала, я и знать не хочу его. Я клянусь моими тремя детьми, я и знать этого человека просто не хочу. А с мужем своим бывшим вы поговорили по этому поводу? Никогда он мне ни в чем, никакие курсы, ни о чем, ни о каких действиях он никогда мне не ставил. А после того, что случилось, вы поговорили с ним? Нет, я с ним ни о чем не говорила, просто после того, когда меня освободили, я его спросила, он позвонил, два дня телефон был у моих родителей, он звонил и он сказал, что меня задержали. Меня когда освободили, я сказала, что творится, что за игры, что ты там делаешь, почему мы страдаем, почему наша семья страдает. Он сказал мне единственное, что все будет хорошо. Я не знаю, что будет хорошо, но ничего хорошего я на протяжении двух месяцев не вижу. Нам обещали, нас завтраками кормили, что все будет хорошо, потерпите, все будет хорошо. Мы два месяца почти молчим, два месяца, ну сколько можно? Незаконно человека держать фальсифицированно. Там на него его прессуют. Служащие там оперативники, которые работают в СИЗО-13, специально шантажируют любыми действиями, любыми, потому что он чистый, как золото. На него ничего нету, понимаете? И любыми путями они хотят шантажировать его. Да, он немного эмоциональный, да, он духовитый, да, он спортсмен, но его хотят любыми путями на эмоции вывести, чтобы он какие-то физические действия принимал или что-то, понимаете? Зачем? Чтобы была зацепка, зацепка за что-то его держать, потому что его незаконно держат уже два месяца. Ему дали 15 суток, 30 суток и еще 30 суток, понимаете? Вот две эсэмэски, которые вот тут имею, просто эти эсэмэски смотрите. Что за эсэмэски? Можно? Нет. Вот. Нет, я никаких переводов денежной опроки не получала. Единственное, что я получала, это подарки для своих детей, ноутбуки. Вы же знаете, что Давид не виновен. Это кто пишет? Это я пишу Константину Михайловичу Батнарю, Костю. Вот написано, он наш Костя, он наш близкий человек. Я его как брата любила, ценила. Я не знала, что мы от него получим страшнейший удар. Дальше что? Вы же лучше знаете, что Давид не при чем. Не... Та-та, иди читай, я не вижу. Это что? Что там? Дай, держи вот это. Вы же знаете, что Давид не при чем. Не жалко его. Ему. Он... Он же более серьезный. Не жалко его столько держать, он же более серьезный. Почему Раду не звонит? А Раду это тот человек, который должен был поехать к Виталику получить ту бумагу. Это звать его Раду. Он пишет. Терпение. Еще пишу через некоторое время. Я вас очень люблю и жду ответа. Терпение. Терпливо жду. Пишет. Чуть терпения. Еще раз пишу. Терпение. 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 Терпение.